Вот у меня как-то спрашивали, как вы понимаете, что змеи есть хотят? Ну, во-первых, они покакали, это первая примета. Во-вторых, они начинают, как вот сейчас, карамелька, управлять вот такую активность. Чуть ли не с транспарантом стоят на переднем плане, что вот, обратите на меня внимание, на мои старания, я жрать хочу. Ну, контрель поскромнее, конечно, но вот только я подошла, он хоба, сразу приполз, видите, она говорит, что тут происходит? Жрать давать будут, да? Вот жрать? Нет, еще не жрать. Ну, скажи, проконтролировать этот момент надо. Угу, она там шевелится, хозяйка, а вдруг тут еду, вот это махает пальцами, вдруг еда. Кроме всего этого, у малышей свой распорядок. То есть, они у меня едят с субботы на воскресенье, либо, как бы, ну, вечером поздно в воскресенье, либо вечером поздно в субботу. То есть, у них свой график, то есть, грубо говоря, каждый выходной мы кушаем. Но сдвиги бывают из-за линик. То есть, если кто-то из малышей линяет, их кормить нельзя, и поэтому, бывает, сдвигаются кормления кого-то конкретно. Когда они еще немножко подрастут, то кормление будет не раз в 6 дней, а где-то раз, там, в 8 дней, потом будет промежутки раз в 10 дней. Ну, до этого еще нам, конечно, расти и расти. И вот, тем не менее, ночь с субботы на воскресенье, сейчас вот такой движняк начался, карамелька вообще задачная. Как так, хозяйка ходит мимо, что-то носит, а нам вообще ничего не давает, вообще верхней справедливости. Мартий такой, как солидный депутат, со своей трибуны тоже наблюдает за этим движняком. Угу. И говорит, я дождусь своего кормления. Банана тоже не сильно суетится, просто наблюдает за происходящим. Вот я хожу туда-сюда, она контролирует. И только Буринг ловит Wi-Fi в дальнем углу, да, там видно лучший связь с космосом, поэтому вот там вот в уголочке надо встать, да, и ловить сигнал, обновлять данные, да, получать обновление программ и так далее. Продолжение следует...